В эфире Еда живая и мертвая. Научно-кулинарная программа о том, что мы едим и как это влияет на здоровье. Угарь. Рыба, которая прямо-таки влюбляет в себя с первого же укуса. В смысле, когда ты ее, например, копченую, кусаешь. Она такая нереально нежная, что как-то ты начинаешь даже сомневаться, а рыба ли это вообще. Тем более, что и похожа-то она больше на змею. Когда говорят, извивается угрем, то это вот как-то вот так. Вообще, уголь. Что это за зверь? И с чем его едят? Большинство россиян, знакомых с этой рыбой, попробовали ее впервые благодаря суши-барам, где делают очень вкусные роллы, как написано, с копченым угрем. Во время поездки в Японию я убедился, извивающийся деликатес тут действительно является важной частью гастрономической культуры. На одной из главных едальных улиц Токио, Гинза Коридор, есть даже ресторан, который специализируется исключительно на угре и готовит блюда только из него. Но владелец ресторана, он же шеф-повар Кенсуки Курата, огорошил меня с порога. Говорит, никакого копченого угря в его меню нет и никогда не было. Угря я сначала варю на пару, чтобы мясо стало мягким и нежным. Затем, сбрызнув саке, обжариваю на углях. А запах дымка – это от моего фирменного соуса, рецепт которого я держу в строгом секрете. Так что название «копченый уголь» не совсем верное. Он сначала паренный, а потом жареный. Просто пахнет дымком. Кенсуки жалуются, что рынок в последнее время заполонил дешевый уголь, выращенный в Китае. Настоящий японский, уверяет шеф, дороже, но вкуснее. А у соседей вдобавок еще и не очень чистое производство. Впрочем, все образцы, которые я попробовал в этом ресторане, мне очень понравились. Прекрасно. Пожалуй, это самая нежная из всех рыб, которые я когда-либо пробовал. А чем еще здесь удивляют туристов? Мы можем предложить вам вареную печень угря, заливное из угря, холодный суп с угрем и угря в кляре. У нас это очень популярные блюда. Заливная рыба в исполнении японского шефа – это никакая не гадость, а настоящий деликатес с пряным, насыщенным вкусом. В Японии угря особенно любят есть летом. Считается, что он помогает переносить жару. Как объяснила в последнее время наука, это происходит, скорее всего, благодаря высокому содержанию витамина А. Но особенно его много в угревой печенке, которую в Японии тоже едят, причем не одну, а вот так в комплексе с угревым сердцем. Ну, рискнем попробовать. Нужно окунуть в соевый соус и... Ну, какого-то особенно яркого вкуса тут нет, но ради пользы я готов. Сам уголь, пожалуй, интереснее, вкуснее. Сейчас об этом как-то подзабыли, но вообще-то у нас есть и своя давняя традиция потребления угря. Эта рыба еще с советских времен является, например, ни много ни мало кулинарным символом Калининградской области. Здесь ее, дивно и вполне реально копченую, продают как сувенир в вакуумной упаковке, вложенной в картонную подарочную коробку с ручкой. Стоит немало, примерно 3 тысячи рублей за рыбку. Угря тут даже иногда называют съедобным янтарем. В те времена и в настоящее время, благодаря калининградскому угрю, много решалось сложных задач в Москве. Подношение? Подношение, угощение. Но угря в наших водоемах за последние годы стало гораздо меньше. И даже в Калининградской области нередко коптят привозного, все того же китайского. Один из немногих, кто продолжает заниматься промыслом местного угря и его копчением, владелец рыбохозяйства в городе Светлый Сергей Лютаревич. Прямо на Балтийском берегу мы проводим с ним дегустацию. По-калининградски угря разделывают так. Сначала разрезают рыбу вдоль, чтобы получить филе, а затем в одно движение снимают кожу. Делаем такую красоту. Слюни текут невероятно. На ломтик черного бородинского хлеба кладут ароматное бело-розовое мясо. Так как угорь жирный, мы рекомендуем все-таки еще брать обязательно зеленый огурчик. Просто невероятный. Знаете, мне временами кажется, что это вообще не рыба. Нет, шикарный продукт, правда. А вот в Голландии его подают по-другому. Нежнейшее филе там укладывают на свежий хрустящий багет, который предварительно сбрызнули оливковым маслом. В соседней Бельгии есть свой традиционный рецепт приготовления. Его еще в шутку называют «угарь в болоте». Рыбу обжаривают в масле и тушат с зеленью. Здесь крес-салат, тимьян, шпинат, щавель, тархун, мята. Проблема только в том, что угарь нынче в дефиците. У рыбаков в Калининградском заливе, например, считается большой удачей обнаружить его в специальных ловушках или сетях. Вот он, вот он. Угарь очень редкий вид по нынешним временам. Раньше, в советское время, его было очень много. Кавкоз вылавливал, бывало, до 150 тонн за сезон. А сейчас один-два – это уже хорошо. Как правило, не попадается вообще. Почему так? Надо сказать, что жизнь этой рыбы вообще – невероятное чудо природы. Нерестится она только в одном месте в мире – Саргасовом море у берегов Америки. Потом личинки путешествуют с гольфстримом через весь Атлантический океан к устьям европейских рек, где и живут до баловозрелости от 6 до 12 лет. А потом отправляются за многие тысячи километров обратно к Америке – размножаться. Проблема в том, что многие реки за последние десятилетия перекрыли плотинами, и пути миграции оказались блокированы. В 2008-м речного угря даже включили в красный список Международного союза охраны природы как вид, находящийся на грани исчезновения. А когда-то его ловили руками. Достоверно известно, что угри по ночам, по росе, летом выползают из водоемов, из озер, где они обитают. Они это делают в том числе, чтобы лакомиться молодым зеленым горохом. Проползать по суше за едой или в новый водоем угри могут до 5 километров. Дышат они в это время кожей, как лягушки. Но через плотину не перелезешь, а в наших водоемах угрь не нерестится, он может сюда попадать только из моря. И размножаться в неволе он не хочет. Есть только один способ поддержания популяции. Личинок вылавливают французы и британцы в тот момент, когда молодые угри приплывают из Америки. Дальше им дают подрасти и окрепнуть на специальных угрифермах и выпускают в озера и реки. Так делают по всей Европе, но не в России. По разным причинам уже долгие годы продажа в нашу страну личинок запрещена европейскими постановлениями. Нужны специальные межгосударственные договоренности, чтобы сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки. Это не быстрый возврат, через лет 8-10 возврат, но зарублять Калининградский залив нужно, так как это делали до 96-го года. Так как это делают сегодня белорусы, делают поляки, все занимаются зарублением угря. Единственная в СНГ угриферма сохранилась только здесь, в Белоруссии, в Миорском районе Витебской области. Согласно госпрограмме, на этой ферме, куда мы сейчас пойдем, личинок угря подращивают с маленьких, но они такие чахлые, не выживают в дикой природе, до взрослых и вполне жизнеспособных и выпускают в многочисленные местные реки и озера, откуда потом вылавливают и коптят. Помочь им вырасти не так-то просто. Сотрудники фермы честно признаются, до взрослого состояния доживают не более 70% всех закупленных личинок. Они очень чувствительны к чистоте воды, ее кислотности и даже содержанию ионов меди, поэтому тут куча фильтров. За пару лет на искусственных кормах молодняк вырастает до 30 сантиметров. После этого мы их выпускаем в большие бассейны, там уже они выращиваются для до товарных размеров. То есть вот... 700-800 грамм такие вот. По длине это какой-то такой? Да, да, да. Его же вообще можно есть такого? Ну, в принципе, да, да. Но вы не едите? Нет, мы не едим, мы запускаем их в озера, повышаем популяцию. Точно не едите? Точно, точно. В общей сложности, прежде чем попасть в водоемы и начать реальную дикую жизнь, рыба проводит на ферме в среднем 4 года. Белорусы тратят на это немалые деньги, но считают, что дело нужное. И местные жители, конечно, рады, что и в их озерах иногда угря, как и раньше, вылавливают. А уж что с ним делать, они точно знают. Вот, например, знаменитость города Браслова. 80-летняя Элегия Никодимовна Сергун. Необычное имя придумала ее мама Портниха, родом из дореволюционного Петербурга. В молодости бабушка работала коптильщицей на рыбзаводе, а самому этому искусству ее обучил отец. Коптили мясо все время отец коптил, но в всю деревню коптил. В всю деревню, вне суть, каждый свой окорок, кусок сала. Коптил ее всю неделю и день и ночь. То есть вы потомственная коптильщица? Элегия Никодимовна. Выходит с мира и так. Раньше она коптила угрей часто и помногу. И по старой памяти ей и сейчас соседи приносят рыбу, чтобы она сделала по-свойски. Нам мастерица дала бесплатный урок. Сначала угря надо выпотрошить и засолить. Сколько ему надо соли? Он норму сам берет. Я забыла уже, сколько надо детка. Я просто ссыплю на глаз. Угря вымачивают в соленой воде всю ночь. На следующий день хорошенько промывают и оставляют в чистой воде на час, чтобы лишняя соль вышла. Емкость с рыбой мы убираем подальше. В погреб поставим. Почему в погреб? На улице ведь тоже холодно. Меня сейчас не ворона, вот тут хлеб украла. А, вороны. Вороны, коты. Это ж рыба, это ж детка. Ну а потом самое главное. Бабушка Элегия ловко обвязывает рыбу бечевкой, вешает на стальные прутья и отправляет на коптильную бочку. Осторожно, как я больше тебе не проколола. Такая удалка. Вот так. И сколько времени будет коптиться? Для обсушки часы два, ну и для копчения часа полтора. Так вот часы три с половиной добрых. По ее рецепту коптить надо дровами лиственных деревьев, но не березовыми и не дубовыми. А в конце это фирменный прием. Добавить немного смолистого можжевельника. Ну шо, як там наши угры? Поглядем. О! Красота какая! Самая приятная часть – дегустация. По-простому – во дворе, на газетке. О, видите? И что не застыгшая часть еще. Ой, какой он красивый. Вкусный. Правда? Деликатес. Деликатес, да. И жирный, притом. Не троска. Троска худая. Даже не знаю, где лучше – в Японии или здесь. Мы искренне надеемся, что слюнки во время просмотра этого сюжета потекут и у кого-то из ответственных лиц. И в России тоже появится своя программа поддержки угревой популяции. Чтобы попробовать эту рыбу смог каждый. Она того стоит.